Библейский портал экзегет.ру представляет Пятый псалом. Я читаю перевод российского библейского общества Михаила Селезнёва и его редакторов для библейского портала экзегет. Псалоны можно читать очень по-разному. Но вот первые псалмы мы читаем как некоторые развивающиеся, продолжающиеся повествования. Какое повествование, вы скажете, это сборник молитв? Да, но сборник молитв не случайный. То есть эти псалмы поставлены рядом по какому-то принципу. По тематическому, ну да, отчасти да, но в принципе любая молитва более-менее об одном. Господи, помоги мне. Или благодарю тебя, Господи, за то, что... Здесь в самом начале книги помоги, помоги, помоги. Потому что вообще мы, как правило, молимся, помоги. Гораздо реже человек, обычный стандартный человек, говорит, Господи, благодарю тебя за то, что я, не знаю, проснулся сегодня живым, здоровым. Не очень здоровым, но очень живым. Что у меня в жизни столько всего есть. Гораздо чаще он говорит, Господи, у меня нету этого в жизни. Кошмар какой, немедленно дай. И псалтир в этом смысле очень похож на нормального человека, на его молитвы. Начинается все с того, что вот праведники, вот грешники, первый псалом, дальше вот есть царь, у царя, конечно же, он сын Божий, у него все должно быть хорошо. А дальше чего-то вроде это царь, причем более конкретно царь Давид, но что-то у него не все хорошо, что-то у него все довольно плохо. А весалом родной сын на него восстал, это третий псалом. На зов мой ответ, Боже, четвертый псалом, то есть, кажется, Бог не отвечает сразу. И вот пятый, пятый, опять Давид, и опять все как-то очень напряжено и сложно. Начальнику хора напев Ганагилот, псалом Давида. Что значит этот напев Ганагилот, начальник хора? Вот не спрашивайте, пожалуйста, это некоторые указания, как использовался этот псалом храмом богослужения, кто его исполнял, на какую мелодию, ведь это же пелось, да? Не просто проговаривалось или прочитывалось слух. Мы этого не знаем. Но псалом Давида, причем псалом Давида по-еврейским измор «Ле Давид» не обязательно означает, что он автор этого псалма. Это может быть псалтирь Давидова, она же в том числе содержит псалом на реках Вавилонских, где Давид никогда не был. Это может быть либо традиция Давида, либо Давид как лирический герой. Вот Давид пережил это все, и мы просто о Давиде читаем, как ни об одном другом герое Ветхого Завета, о его странствиях, приключениях, ну, так, приключениях это очень хорошо звучит, о его бегстве, о его борьбе, о его выживании, назовем это более конкретными словами, да? И поэтому мы очень хорошо представляем себя, как вот он в борьбе с собственным сыном Свисаловым, а до того с предшествующим царем Саулом, вот прибегает к Богу как к единственному источнику своей надежды, силы, победы. И поэтому мы, конечно, не царь Давид, никто из нас, наверное, такую жизнь не проживает. Если проживает, то очень сочувствует этому человеку. Но и у нас бывают похожие маленькие обстоятельства, да, мы не боремся с сыном Ависаловым, который на нас войско собрал, но бывают конфликты в семье, да, царь Саул на нас не идет с огромным войском, но бывают у нас проблемы с властью, которая преследует часто несправедливо людей. Мы, может быть, там в Версавии не совершаем таких всевозможных действий неблаговидных, ну, и мы бываем грешны в какие-то моменты своей жизни, да, то есть мы себя видим как в зеркале в его жизни. И поэтому, легко зная о его жизни, легко примеряем на себя эти молитвы Давида. Итак, Пятый Псалом. «Услышь слова мои, Господь, мольбу прими. Крик мой, услышь, о мой царь и мой Бог, я молю тебя. О, Господь, что не утро Ты слышишь меня, что не утро с надеждой я пред Тобой. Ты Бог, который не терпит зла, злому не место рядом с Тобой. Дерзким не выдержит взору Твоего негодяя, ненавистный Тебе. Клеветников уничтожишь Ты, мерзок Господа, убийца и лжец. А я в Твой дом войду по милости Твоей и в Твоем храме трепеща под униц. Господи, веди меня дорогой правды Твоей, сделай путь мой прямым наперекор врагам. В их словах правды нет, в их сердцах смерть, рот раскрытая могила, на языке ложь, покарай их Боже, пусть их козни погубят их. Прогони их, грешников, ведь они отвергли тебя. Пусть ликуют все, кому Ты защита. Пусть вечно радуются, что Ты заступник их. Ты веселье для любящих имя Твое. Праведника Ты благословишь Господь, оградишь Его милостью своей, как щитом. Да вроде бы все то же самое, что в предшествующих псалмах. Господи, помоги мне. Они грешники, у них все плохо, накажи их. А праведника Ты, конечно, благословишь. Но это, в принципе, краткое содержание всей псалтирии. И пятого псалма, в частности. Но мы, конечно, обращаем внимание на эти самые тонкости. В жизни вообще очень мало абсолютно оригинальных, самостоятельных вещей. Таких вот событий, которые ни с кем никогда не происходили. Наверное, с нами тоже они не происходят. Или состояний душевных или физических, которые только с нами. Но так не бывает. Люди переживают одно и то же. А вот в этих тонкостях, подробностях, как раз для нас все самое важное. Итак, смотрите. Давид молит напряженно Бога. Вот все эти псалмы. Кстати, Давид здесь больше похож на религического героя по одной простой причине. Здесь упомянут храм, в который он войдет. Храм был построен царем Соломоном после Давида. То есть, ну, можно сказать, он войдет в Скинию, где содержится Ковчег Завета. Он вообще-то в Скинию – это шатер, а не храм, не дом. То есть, такое ощущение, что здесь все-таки Давид скорее лирический герой. Такой воображаемый, вымышленный персонаж. Или это Давидова традиция, а не буквально вот человек, который это переживает. Но переживать это может кто угодно. Итак, смотрите. В третьем, четвертом псалме просьбы. Напряженные просьбы. И в пятом это напряжение нарастает. «Услышь слова мои, Господь, мольбу, прими, крик мой, услышь, я молю тебя, что же ты не слышишь?» И тут же он сам себе отвечает, что не утро ты слышишь меня, что не утро с надеждой я пред тобой. Вот мне кажется, что здесь слово «слышишь», «услышь», «слышишь», оно употреблено в разных смыслах. «Услышь», вначале он говорит, «сделай, как я хочу, то, о чем я тебя прошу». Дальше он говорит, «ты слышишь меня?» Да, то есть, ну, как вот люди говорят, «я тебя услышал». Это значит, я принял к сведению. Как я поступлю? Я еще не сказал, да? Вот ты меня слышишь, похоже, что здесь, ну, не может же быть, что эти молитвы все впустую. Не может же быть, что я каждое утро взываю к тебе и не получаю ответа просто потому, что ты не слышишь, потому что тебя нет, потому что я в пустоту, в стенку это все говорю. Не может этого быть. Ты не терпишь зла, а они злы. Накажи их, накажи, накажи. Веди меня дорогой правды твоей, сделай путь мой прямым наперекор врагам. А вот здесь новый поворот. Здесь псалмопевец говорит, я, может, что-то не понимаю тоже. Вот смотри, дерзким не удержит взора твоего, клеветников уничтожишь ты, мерзок, убийца и лжец, а я приду в твой дом. Он не говорит, я праведен. Он говорит, я приду в твой дом с молитвой, и тогда веди меня дорогой правды твоей. Псалмопевец, предшествующий псалма в третьем и четвертых, безусловный праведник. У него нет сомнений в своей правоте. И поэтому, Господи, сделай, как я тебя прошу. Ты, конечно же, сделаешь. Ты со мной. А здесь он говорит, я приду к тебе, научи меня. У него появились эти сомнения. Вот здесь он гораздо менее в себе уверен. В чем он уверен, в том, что те люди плохие, он подробно это пересказывает. В их словах правды нет, в их сердцах смерть, рот раскрытая могила, на языке ложь. Это вот те самые, о ком говорит первый псалом, что не надо вставать на путь нечестивых и так далее. Но здесь вот, смотрите, легко распознать грех. Не всегда легко, но в принципе легко. То есть понятно, что там где воруют, убивают, там ничего хорошего ждать не приходится. То есть, а где путь Божий? Вот как быть праведником? Просто отказаться от воровства, убийства всего остального? Ну да, это первый необходимый шаг. Первый псалом нам об этом сразу говорит. А где положительная программа? Как быть праведником? Веди меня дорогой правды твоей. Вот здесь псалмопевец наш Давид, он уже ищет, да? Он не настаивает, как в предыдущих псалмах. Он ищет. И у него нет пока уверенности в том, что он нашел. Но у него есть уверенность в том, что путь будет правильным. Пусть ликуют все, кому ты защита. Пусть вечно радуются, что ты заступник их, ты веселее для любящих имя твое. Вот как и в прошлом псалме говорилось, моему сердцу дал ты радость, какое не бывает ты веселее. То есть вот это чувство внутренней полноты, вот это чувство принадлежности Богу, чувство бытия с Богом. Как говорила одна женщина, я никогда не бываю одна, я всегда с Богом. Вот это ощущение, оно первично. Победа над врагами внешними. Во втором псалме сколько этих побед обещано и расписано. Ответ на молитвы, которые здесь псалмопевец надеется получить. Процветание, которое постоянно упоминается и здесь, кстати, тоже. Праведник, это благословишь Господь, оградишь его милостью своей, как щитом. Это все вторично. А первично вот это веселье для любящих имя твое. То есть само обращение в молитве, есть уже отчасти ответ на эту молитву. Само молитвословие и есть уже пребывание с Богом, которое каким-то образом приведет к этой победе, приведет к этой защите. Но псалмопевец пока не очень понимает, как. И в шестом следующем псалме он, кажется, дойдет до некоторого отчаяния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok